Украина же точно так же сейчас вот тот застрявший тадоякизм мерзлит. Мы вышли, и он застрял между седьмым километром с сухим лиманом. Вот Украина где-то тоже между седьмым километром и каким-то там лиманом. И заносит вокруг все, и все больше, и больше, и больше. И это заносит все коррупции, завозит все неэффективностью. Заносит все тем, что вы наши ожидания не оправдались. Поэтому точно так же, как вытащили сегодня этого отца, этой девушки, которая нашлась и послала мне месседж на фейсбук, месседж с просьбой о помощи, точно так же мы все вместе пришли сейчас на помощь Украине. Мы обязательно вытащим Украину из этого болота и пойдем вперед. Но я постоянно встречаюсь со многим украинцем. И, к сожалению, самое последнее, что я слышу, что так плохо, как сейчас, не было в стране никогда. На днях один предприниматель сказал мне, что раньше крали из теневой экономики, а сейчас реально крадут из реальной экономики. И потом каким-то образом я оказался в одной компании в Киеве. Хорошие были люди, но там оказались несколько представителей, ну такой традиционной старой такой олигархической группировки. Каких-то угрозам, но они везде находят, я везде смотрю. И я им... И я им не говорю, ну так там эта твоя, там эта, говорит, кистька там, Марушевская. И я хочу сказать, что все полиполитики, которых я встречал, я встречал многих мировых лидеров, делятся на три категории. Те, которые хотят памятник себе построить при жизни. Те, которые хотят, чтобы мы построили памятник после смерти. И те, которые глубоко плевать, если хотят, хотят на памятник, которым хотелось бы иметь как можно больше банковского своего счетного счета уже при жизни, сейчас и теперь за счет народа. К сожалению, я не встречал украинские власти, почти не встречал, по крайней мере, людей, которые хотели бы, чтобы народ их благодарил после того, как они будут власти. Именно из-за коррупции все произошло в нашей стране. Из-за коррупции мы получили Януковича президентом. Потому что Янукович это продукт коррупционного политического плана, донецкого плана. Все, что нужно нам сегодня, это перезагрузка власти. Отставки Яценюка, который окружил себя коррупционерами. Отставка генпрокурора, который не способен бороться с коррупцией. И отставки министра внутренних дел, который крышует. Как Беркутов, которые были причастны к Майдану. Так и обновлечить денег. АПЛОДИСМЕНТЫ Люди, которые нині есть при владе, есть абсолютными моральными уродами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вinaryм приведемо себе до Нового Майдана.